привет друзья рада вас приветствовать на своем канале зайцева валентина и сегодня у нас речь пойдет о выставках об оффлайн выставках наконец-то я созрела для этого видео ну не так просто потому что сегодня открытие очередной арт выставки в екатеринбурге на которой я участвую ну давайте вот все по порядку я вам все расскажу покажу давайте на демонстрацию перейдем сегодня открытие выставки называется на арт ярмарка проходить она будет в екатеринбурге по адресу горького 4 а это в самом центре города на платинке находится здание и вот каждый день начиная сегодняшнего дня и до воскресенья 16 мая с 11 до 8 она будет работать вот такая небольшая рекламка а сейчас давайте непосредственно к выставкам как я к ним пришла из чего я начинала на выставке подобного плана выставка продажи я начала ходить еще до того как начала писать картины маслом это было где-то 2015 16 года может 14 год и я ходила в качестве посетителя гуляла вот таким рядам смотрела на мастеров на их мастер-классы кто-то там вязал кто-то рисовал кто-то вышивал все это на местах проходило тут же они это все продавали и мне очень нравилась эта творческая атмосфера и где-то в глубине души я надеялась что тоже когда-нибудь буду так участвовать вот в 2016 году я начала писать картины и посетив одну из таких выставок я познакомилась с девочкой девушкой татьяны тоже художницы и она предложила скооперироваться и поучаствовать в очередной выставке в нашем городе в екатеринбурге подобные выставки арт екатеринбург проходят дважды но обычно это декабрь и апрель ну вот в апреле этого года отменили выставку из-за пандемии а в декабре вот она была вот и я согласилась мы еще нашли двух девчонок и арендовали стенд покажу наш стенд вот вот такой вот стенд мы арендовали на четверых из трех стенок вот эти вот две стенки это был были мои и там еще девчонки поделили на троих вот этот кстати сразу же написала первая моя выставка декабрь 2017 года заработала я 9500 на самом деле когда я начала готовиться к этой выставке у меня в планах было заработать 100 тысяч вот немало немного именно такую сумму я хотел заработать я посчитала что картину мне где-то на 120 тысяч и где-то 100 тысяч я вот за эти 4 дня с легкостью заработали ну вот как видите не только было я заработала всего 9 500 на самом деле это не так уж плохо оказалось потому что девчонки заработали еще меньше некоторых вообще ничего не заработали и я так немножко под расстроилась и подумала что ну наверное это не мое и я больше участвовать не буду посмотрим фотографии с этой с моей первой выставки вот такая воодушевленная довольная думала что все будет хорошо но на самом деле все было в принципе хорошо если не смотреть с финансовой точки зрения то есть я познакомилась множеством людей творческих и не только творческих то есть первые мои покупатели они стали последующим моими постоянными покупателями я раздавала направо налево визитки и после выставки мне начали звонить и заказывать работы а кто-то просто вдруг просыпался и говорил там такую работу у вас видел можно мне ее купить и приезжали покупали то есть вот такое тоже было стенд танюши и тут мы сфотографировались вот это моя первая высотка и конечно она запомнилась мне на всю жизнь потом было еще много-много выставок какие-то я ярко помню какие-то я уже не помню то есть вот так вот ну вот я подумал что участвовать больше не буду но в апреле спустя несколько месяцев я все таки решила что я опять поучаствую попробую и возьму уже не общий стенд на нескольких человек а свой личный стенд пусть он будет небольшой всего два квадрата вот мой сын мне тут помогает вот такой самый маленький стенд я взяла на то время я точно не помню сколько он стоил наверное тысяч 7 или 8 сейчас у нас такой стенд это минимальный его цена 9000 3000 вот одна такая полосочка не считая боковых то есть получается у меня тут два квадрата 6000 плюс 3000 это взнос и того 9000 такой стенд у нас сейчас стоит вот я взяла его себе расположилась уже никаких таких больших надежд у меня не было что я там заработаю миллионы но тем не менее эта выставка уже прошла намного успешнее и я заработала на этой выставке если мне память не изменяет порядка 25-30 тысяч вот ну то есть стенд окупился материалы окупились провела вообще отлично время веселое и друзья приходили и семья приходила и опять новые знакомства новые клиенты вот было очень весело это моя вот вторая выставка один из плюсов выставок почему я участвую я пишу пишу прямо там на месте и даже иногда у меня были такие случаи что я картины сразу же продавала то есть я написала кто-то смотрел ходил видел процесс и потом ее приобретали то есть это всегда интересно когда ты видишь как картина рождается и тебе хочется ее иметь у себя ты видел ее рождение вот такие случаи у меня были площадь само самого выставочного пространство большая и как бы вот запахи растворителей распространяется на всю эту площадь и ты не чувствуешь их так как дома или в мастерской и поэтому вот именно на выставках я могу писать самого утра вот среди часов и прямо до самого вечера не чувствуя усталости и после выставки даже еще куда-нибудь там пойти погулять или на тренировку сходить за это я тоже очень люблю выставки общения новые клиенты новые знакомства и вот сам процесс написания картин еще хочу рассказать про эту выставку эта выставка самая такая плодородная в качестве выручки это декабрь 2019 года еще до пандемии до начала вот все это катаваси я взяла большой стенд вот прям вот очень большой на три метра в длину и полтора метра в глубину если мне не изменять память стоил этот стенд 16000 ушла высоко как обычно 4 или 5 дней и на этой выставке вот до пандемии понятно у людей еще были деньги все хорошо я заработала больше ста тысяч вот за эти несколько дней и была очень довольна очень много работ у меня купили стенд обновлялся как видите я вот в процессе написания работы каждый день тоже все писала тут же продавала отличная выставка была и вот я хочу сказать друзья что с каждой выставки заработок мой увеличился то есть первая вторая третье и вот так вот все по нарастающей по нарастающей и это была как бы кульминация так скажу всех выставок потому что в двадцатом году конечно из-за пандемии во-первых выставки отменяли ну и во-вторых деньги у людей тоже но я бы не скажу что прям закончились ну люди стали более экономными то есть они стали рациональнее тратиться и конечно картина это не главное в нашем обиходе да и люди как-то более с опаской после пандемии на стали покупать картины ну и соответственно я вышла на другой рынок но тем не менее по россии у меня тоже покупают я думаю все наладится и конечно это продлится пандемия у нас еще не один год я думаю лет пять в таком режиме мы будем жить нужно просто как бы собрать себя в кулак идти дальше искать новые рынки не сидеть на месте я буду также участвовать выставках не в екатеринбурге так в москве или там подмосковье где они будут не собираюсь его так вот уходить в себя и только сидеть своей мастерской дома и писать картины продавать там за рубеж нет это не мой вариант я не откажусь от этого варианта и заработка и выхода в люди буду также участвовать в выставках но просто искать другие выставки вот я со своим постоянным клиентом покупателем один из моих любимых покупателей очень много работы меня купила что я очень благодарна просто колоссально поддерживал меня самого моего начала пути выставочной деятельности вот он как у меня купил первую работу в семнадцатом году так и на каждой выставке что-то вот покупал еще хочу вам рассказать про выставку мою самую любимую я не скажу что она прямо принесла мне очень много дохода но она самая любимая в плане что ну просто любимая эта выставка 2018 года июнь время чемпионата мира по футболу вот самый разгар чемпионата мира помните у нас проходили тоже матчи в екатеринбурге и мы стояли также такие же стенды у нас все стандартно было и мы стояли практически месяц весь июнь продавали свои работы ну кто-то картины продавал кто-то какие-то другие изделия кто-то антиквариат просто вот эта выставка была очень долго почти месяц и с утра до вечера мы все вот так на своих местах творили и знакомились какими-то делами своими занимались продавали я вот работала еще тогда дизайнером и нет вот выставка запомнилась именно вот этой атмосферы дружбы когда люди из разных стран приходили смотрели гуляли я даже какие-то пыталась диалоги заводить с французами но очень весело очень было приходили тоже друзья вот с натуры писали живые цветы лето разгар очень очень было классно и вот мой стенд за эту выставку сейчас я вернусь к нему вот он мой стенд тоже я небольшой взяла два квадрата всего он у меня сменился полностью то есть все работы которые у меня висели изначально на стенде они все были проданы и полностью нарисованы мной на месте и заполнены опять вот так ну и свежие я конечно продавала за ту выставку опять если мне не снять память я заработала в районе восьмидесяти тысяч ну это восемнадцатый год я всего два года пишу маслом цены у меня небольшие поэтому соответственно и картины продавались хорошо вот но опять же дело не в деньгах то есть я тогда еще работала дизайнером живопись была моим вторым источником дохода моим хобби поэтому это высотка мне запомнилось именно по атмосфере по лету по этим прогулкам что еще хочу рассказать про выставки так сейчас посмотрю сколько времени уже идет не знаю просто мне нужно уже бежать я вчера не успела довесить все работы на стенд время уже почти восемь давайте я вам расскажу еще про выставки другого плана я участвую не только в арте екатеринбург я участвовала в выставках арт челябинск например три раза я ездила в челябинск в принципе от наших они ничем не отличаются те же самые стенды даже те же самые люди ну понятно и знакомства новые а единственная я уезжала из города немножко как бы выходила из зоны комфорта я приезжала на выставку не из дома а со съемной квартиры там тоже были свои нюансы и плюсы и минусы ну как бы не стояла на месте и ездила вот и другие города был в планах у меня арт перь арт тюмень ну к сожалению так я и не доехала возможно когда-нибудь доеду вот принципе во всех городах эти арт выставки проходят примерно одинаково это мастера это винтаж антиквариар художники кукольщики вышивальщики швеи в общем все кто что-то делать своими руками может на таких выставках участвовать и не может а должен я считаю каждый должен попробовать поучаствовать на таких выставках и не один раз чтобы не разочароваться а два-три хотя бы попробовать и если ну не пойдет ну то то не пойдет то этого не важно потому что ну не каждый сможет высидеть до целый день в таком движении потому что это постоянное движение людей новых людей какие-то знакомства разговоры и ну в силу своего характера может этом не каждому под силу вот там троисман стоит очень любил наш бывший мэр так вот такие выставки и ходила даже что-то мне покупал мне рассказывали так ну вот про другие города я рассказала и вот еще как друзья искать в своем городе такие выставки очень просто просто забивайте арт и ваш город арт перми вот например одними из самых лучшими выставками считаются выставки в перми они всегда неординарно подходят к организации выставок это все время какие-то инсталляции какие-то показы что-то вообще вот такое грандиозное в перми всегда проводят ну и ценник мне кажется в перми ценник чуть повыше чем у нас в екатеринбурге например арт ростов вот все то же самое те же стенды мастера если вы живете в каком-то большом городе либо недалеко от большого города просто поищите в интернете арт и этот город и я думаю вы обязательно что-то найдете и поучаствуйте я еще хочу рассказать что я участвовала не только вот в выставках от арта потому что это всегда несколько дней но это всегда время нужно и как бы аренда дорогая еще участвовал в небольших выставках я сейчас не вспомню название как называлась эта выставка сейчас я найду фотографию не найти что ли в общем она проходила всего один день а вот и стенды там были вот такие вот интересные не такие вот вертикальные где можно весить а вот такие вот как бы треноги палатки не знаю из дерева сделаны и на них мы просто навешивали свои картины вот эта выставка она проходила в ночь музея у нас в мае проходит в екатеринбурге день под названием ночь музеев где люди вот реально по ночи ходят по всем музеям все музеи всю ночь открыты и смотрят и что-то покупают и вот и у нас организовать арт-фест по моему она называлась такую выставку длилась она один вечер и одну ночь до 4 утра мы продавали картины причем очень удачно они выбрали время но потому что люди направлено целенаправленно шли гулять ходить по музеям смотреть на произведение искусства и что-то возможно покупать и вот за эту ночь у меня купили очень много работ вот опять мой любимый покупатель опять же если не изменять память на 32 тысячи за одну ночь я продала картины это май 2018 года и я осталась очень довольна этой выставкой и очень ждала что в девятнадцатом двадцатом году будет но к сожалению вот не было и вот в этот раз опять выставка вышла выпала на май и организаторы вроде бы как-то хотят опять сделать такого формата день что мы ночью тоже художниками постоим ну не знаю посмотрим всего такого плана однодневные выставки были дальше вот такого плана выставка была опять это мой любимый покупатель вот видите то есть мы участвовали на улице нам поставили вот такие палаточки выставка длилась один день и просто развесились неудачный был день дождь весь день шел дождь и только к вечеру прояснилось и стало тепло лето это 2000 по моему девятнадцатый год только вечером что-то получилось попродавать потому что до вечера шел просто вот такой вот проливной дождь ну опыт есть опыт есть что вспомнить как говорится так что я вам еще хотела друзья рассказать ну это вот мой опыт участие в выставках как я уже говорю несмотря на то что сейчас я неплохо зарабатываю на эти продавая зарубеж я таких выставках отказываться не собираюсь буду также участвовать что найду в москве или в подмосковье и вам об этом рассказывать так сейчас еще полистая немножко но вот это вот здание где постоянно у нас екатеринбург проходит подобного плана выставки организаторы бывают разные но выставки арт базар или арт екатеринбург все примерно одного формата то есть это стенды это мастера это художники все собираемся дружно участвуем творим продаем вот горького 4 а приходите с 11 по 16 мая с 11 до 8 вечером двери открыты по моему в этот раз выставка платная но я думаю небольшие деньги там рублей 150 наверно будет стоить вход может вообще бесплатно сделают в общем приходите все все рассказала что хотела спасибо что выслушали завтра или послезавтра я сниму видео про другого плана выставки такие как бы некоммерческие мы с девчонками просто устраиваем устраивали и думаю вот вам тоже будет интересно послушать про немножко другие как бы выставки так ну все друзья до встречи следующем видео всем пока жалко в 16 лет жалко а жалко